Продолжаем эфир. Масштабные поправки по вопросам кредитования населения разработали в Казахстане. Указ, направленный на снижение закредитованности граждан, ранее подписал Касым Жумар Тукаев. Новый законопроект разработало Агентство по регулированию и развитию финансового рынка. Как изменятся правила выдачи кредитов, расскажет Наргиз Жанабекова. Новый законопроект, призванный облегчить долговое время казахстанцев, рассматривают в парламенте. Согласно поправкам, граждане, имеющие кредитную просрочку свыше 90 дней, больше не смогут получить заем в банке или в микрофинансовой организации. Да и требования к заемщикам значительно ужесточат. Для снижения долговой нагрузки вводят новый норматив – отношение совокупной задолженности по кредитам к доходу заемщика. Как отметил экономист Арман Байганов, если у заемщика низкий доход, банки и МФО вправе отказать ему в выдаче кредита. Если заемщик не позволяет его доходы, именно платежи на собственность низкая, не соответствует сумме займа, то ему имеют право отказать. То есть банки и микрофинансовые организации не должны выдавать займы данному заемщику. Проблемных заемщиков обещают избавить от внимания коллекторов на уступку займов сборщикам. Долгов могут ввести двухлетний мораторий. Это значит, до мая 2026 года и после мая 2026 года передавать коллекторам разрешат только те кредиты, которые числятся проблемными 24 месяца. На сегодня портфель коллекторов порядка 360 миллиардов и проблемных заемщиков у них уже 890 тысяч. Последние два года микрофинансовые организации и банки очень много проблемных займов передали им. Для того, чтобы этот вопрос регулировать, вводится мораторий на продажу проблемных займов коллекторам в течение двух лет. Поправки по задумке авторов могут усложнить жизни мошенника. Выдача кредитов онлайн без проверки биометрических данных попадет под запрет. Законопроект уже принят во втором чтении мажористом парламента и в настоящее время находится на рассмотрении в Сенате.